и так ну что ж ария рума и маленькие любители покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона всегда ваш покорный слугам амору и это великолепная сборочка факторио с модом красторио 2 и space exploration за кадром как я люблю это говорить и всегда об этом говорю произошли небольшие изменения я большую часть времени занимался оборонкой базы кусаки начинают очень сильно и эффективно нас подъедает со всех сторон и пришлось заняться полностью рвами которые у нас размещены по всей базе чтобы хоть как-то минимализировать эти атаки но в этой же серии планируем дальше продолжать заниматься тем на чем мы остановились а именно я хотел бы попробовать полететь в космос для этого потребуется сделать еще несколько вещей подготовительных чтобы точно все заработало получается вот она грузовая ракетная шахта она может брать пассажиров и отправлять куда бы то ни было и нам нужно ее создать конечно же я буду делать это в единичном земляре останется лишь только сюда разместить все необходимые ресурсы наконец-то все необходимые ресурсы сюда доставились и пошел потихонечку крафт грузовая шахта готова давайте я скажем вот здесь вот разместим чисто для того чтобы посмотреть что это такое здесь необходимая космическая капсула секции грузовой ракеты жидкое ракетное топливо и сам груз который будем сюда загружать допустим те самые секции грузовой ракеты находится вот здесь и их необходимо крафтить в гигантском количестве как я понимаю и как я понимаю есть еще один вариант создания этих секций когда допустим у нас ракета будет доставляться до места назначения она будет достигать цели не полностью уничтожаясь а значит часть того что от нее осталось мы можем возвратить и использовать в дальнейшем это замечательно и нужно сейчас все эти моменты и нюансы продумать если так посмотреть то секция грузовой ракеты в разы больше чем спутниковая шахта вот здесь у нее имеется вход как я понимаю в который я могу входить и пока это выглядит именно вот так и начнем пожалуй по порядку здесь первый ингредиент который необходим это космическая капсула принципе для нее практически те же самые ингредиенты нужны что и для создания спутника то есть ей гипотетически могу где-то вот здесь вот создавать используя предметы со складов этот уже занимался небольшой подготовительной работой и в принципе вывести еще раз все ресурсы не составляет для нас никакого труда так сборочный автомат допустим где-нибудь вот здесь вот и еще неплохо было бы вывести сюда вот эту вот линию с панелями и аккумуляторами это тоже момент решаемый в принципе нужно лишь это все красивенько как-то вывести вывожу сюда стекло она идет по единой линии с теплоизоляции у меня и останется последний ресурс в виде ракетного топлива который я решил пустить совершенно отдельной линии здесь это нужно не как в качестве экономии а для того чтобы я здесь допустим отдельно сделал систему используя это самое ракетное топливо так давайте я сделаю здесь небольшое складирование этого безобразия небольшую системку как бы это все загружалась в ракетную шахту но для начала я буду делать в обязательном порядке логику условия включения то есть вот этот вот быстрый манипулятор будет работать только когда количество ракетных шахт не равно единице вот получается он на одну космическую капсулу суда кинул она здесь загрузилась здесь ее в инвентаре нет но тем не менее здесь мы видим то что она создалась сейчас нужно дождаться когда еще одна создаться для того чтобы быть полностью уверенным что это так работает или не так а пока нужно разобраться с жидким ракетным топливом как и предполагалось она делается из твердого ракетного топлива и допустим штучек 20 таких топливных заводов будет мне вполне хватать для всех необходимостей я не знаю насколько здесь я смогу 20 уместить но сколько умещу столько и умещу и вот как я уже и говорил логика работает прекрасным образом принципе вот эта вся грузовая шахта будет работать исключительно на логике здесь допустим есть космическая капсула которая могла бы сюда поместиться но она не помещается принципе это не то чего я хотел бы достигнуть поэтому я немножечко здесь поменяю условия мне нужно чтобы эта вся система работала когда допустим здесь есть запасная на всякий случай космическая капсула поэтому я просто здесь меняю на цифру 2 и вот этот быстрый манипулятор работает только когда здесь есть две космические капсулы то есть одна внутри и одна еще в запасе в виде груза тут мне не нравится вот эта система которая здесь размещена поэтому пожалуй я вынужден от всего вот этого отказаться она занимает слишком много пространства гораздо больше чем я хотел бы здесь размещать поэтому видимо всю систему по производству ракетного топлива придется размещать другом месте ну скажем вот здесь вот вот эта схема по идее должна полностью забирать весь красный конвейер ракетного топлива все это я естественно хочу объединять в огромный резервуар и мне также нужно будет здесь небольшую системку подготовить чтобы это топливо преобразовывать вид бочек с топливом для того чтобы эти с бочки с топливом сюда вот загружать это нужно как минимум для того чтобы будучи на орбите мы смогли заполучить необходимое топливо и отправиться обратно именно на грузовой ракете вдруг у нас возникнет такая необходимость хотя я знаю то что как минимум можно отказаться от необходимости использования грузовой ракеты и отправиться только на космические капсули при этом она будет насколько мне известно разрушена вот на жидкое топливо в принципе готова но тут неплохо так успевает копиться естественно мою любимую схему я здесь размещают с показателем количества и это все нужно загружать и вот сюда вот по идее вот в это место где находятся трубы вот так вот я это сзади подвел и посмотрим жидкое ракетное топливо успешно начинает сюда поступать значит еще один ингредиент мы сделали осталось лишь последний ингредиент который нужен для отправки ракеты секции грузовой ракеты в принципе тут все уже готово то есть допустим вот эти два ингредиенты имеются в гигантских масштабах это не проблема теплоизоляция также останутся лишь грузовые отсеки и баки ракетного топлива а для этого уже придется очень сильно заморочиться как ни странно я думаю самое правильное решение делать это все на шине что же давайте отправляться и заниматься именно этим начнем пожалуй с грузовых отсеков как давно я ничего на шине не стрел даже непривычно как то что тут все есть ну что ж грузовые отсеки и для того чтобы делать грузовые отсеки обычные потребуется синий манипулятор а это целая цепочка манипуляторов которые необходимы включающие электромоторы и очень очень замороченный крафт по количеству предметов необходимых вот столько ступенчатый крафт нужен только на грузовые отсеки я уже не говорю про баки ракетного топлива которые пока что еще не делал да начнется автоматизация вот такая вот вся схема гигантская нужно для того чтобы производить только твердотопливные манипуляторы я уже молчу о том что тут кучей всего остального остается такая забавная схема получилось на ядра автоматизации это можно было сделать как-то по-другому но я решил исключиться с помощью пакетников и по моему у меня вышло просто шикарно все они успешно работают ядра автоматизации здесь кладируются вот и желтые манипуляторы уже готовы тут очень много прикольных решений которые как минимум на мой взгляд выглядит прикольно вот так вот я решил организовать производство электродвигателей примерно такая же схема как и на ядра автоматизации и вот это все единой линии выводится лишь на два сборочных автомата желтых манипуляторов конечно колоссально все выглядит немного здесь конечно есть макарон но как мне кажется что-то в этом есть ну а дальше тут мне всего лишь какие-то мелочи останутся всего лишь немножечко железа стали и электросхем нам здесь потребуется аж три сборочных автоматок которые должны запитываться от больше чем одной линии конвейера железа решил я сделать именно таким вот образом то есть подземными конвейерами вот такой вот схемой организована подача всех необходимых ресурсов три сборочные автоматы сундучков и в обязательном порядке тогда вот здесь вот мне придется делать балансир везде железо собирается какие-то колоссальных масштабах здесь в таком случае у нас обязательно все получится наилучшим образом и останется последний лишь нюанс нужно сейчас улучшенные схемы со стали объединить и вот эти все четыре линии сюда вывести вот две линии с четырьмя предметами и всего лишь останется здесь 40 сборочных автоматов разместить то есть по 20 штук с каждой стороны схема готова некоторые части схемы уже начинают потихонечку работать и как только дрончики это все достроит обязательно эта схема за функционирует нужным образом грубо говоря грузовые отсеки мы выполнили это победа и что нам здесь остается по сути ничего сложного и как я погляжу здесь ступенчатость крафта гораздо меньше выглядит чем здесь поэтому организация второй схемы будет происходить гораздо гораздо легче в таком случае я просто возьму вот здесь вот еще раз вот эту самую схему продублирую всем расчетом что здесь будет происходить уже крафт баков с топливом ну а сейчас останется только автоматизируя все необходимые оставшиеся процессы вот и готово здесь сделал баки принципе здесь было гораздо все сделать легче и останется лишь все это аккуратненько подвести здесь схема она менее макаронная чем вот это получилось но здесь и много где ресурсы затребуются здесь просто все линейненько и красивенько и аккуратненько я думаю в будущем вот это предел строительства шины ведь линия железом требуется абсолютно везде и она сжирается в невероятных масштабах и взять что еще нужно будет сделать станцию которая бы подводила железо и соединяла бы ее с вот этой шинной линии ведь железо абсолютно кончается ну вот и все по идее производство запущено и потихонечку баки с топливом будут производиться здесь останется подвести всего лишь три ресурса в виде конструкции малой плотности теплоизоляции и блоки управления ракеты я думаю даже здесь себе пустить еще один поезд примерно с такой же компоновкой как и здесь только на этот раз тремя вагонами вместо четырех а то уж слишком далеко вот до этой станции и не очень ты хочется вот здесь вот линию конвейера аж до сюда чертить принципе я ему сделают те же самые условия за исключением того что станция у него будет называться ракета загрузка 2 вот и бой сюда впервые приехал начинает разгрузку вот эти три необходимых материала их нужно сейчас выводить мне вот сюда и вот схема получается настолько большой что не получается ее даже вот здесь вот разместить вдоль и приходится немножко исчисляться и размещать ее вот таким вот образом вот и все в принципе получается вот эта схема заработала сборочные части ракеты начинают делаться складироваться и как только достроиться здесь линия конвейеров это все вот по такой длинной схеме выведется прямиком вот сюда вот сборочную ракетную шахту так и нужно здесь настроить естественным образом логику здесь мы делаем сундук который все будет складироваться здесь должен быть размещен манипулятор но у меня его пока что нет этот манипулятор должен работать по логике то что он должен включаться только когда секции грузовой ракеты меньше чем 200 если будет больше он должен выключаться и ракета не должна отправляться и получается секции грузовой ракеты по одной складируется а вот эта штука вообще неожиданно для меня тогда стоять логика то есть сотня необходимо для запуска в принципе ракеты он без нее и не запустит и тут ситуация такая же как в принципе с ракетным топливом я не знаю какое количество этих инструментов я буду возвращать после запуска ракеты поэтому не могу пока что спланировать наперед какое количество секций грузовой ракеты мне нужно будет взять с собой про запас для того чтобы допустим оттуда на ракете улететь 99 100 вот и ракета пошла то есть мы с вами построили ракету с помощью которой гипотетически мы сможем отправиться на орбиту или на другие планеты если я все правильно понимаю допустим я вот здесь вот вы могу выбрать куда мы будем направляться и я вижу то что здесь в принципе абсолютно все то есть каждая планета каждый спутник который мы с вами находили уже имеется и вопрос лишь в количестве топлива который необходимо сюда заправить конечно это не очень реалистично но я напомню что мы играем факторию а ракета вот это вот гораздо выше и больше чем вот эта ракета спутником которую я временно отключил и к сожалению я вынужден констатировать то что в этой части отправиться не получится и отправляться мы будем уже в следующей части а все потому что у нас не готовы станции жизнеобеспечением прямо сейчас гипотетически то и мы не можем сесть в эту ракету и отправиться в небеса но есть один немаловажный нюанс то что если мы туда отправимся то из-за того что в скафандре в котором я сейчас нахожусь у нас отсутствие кислород мы просто там задохнемся и ни к чему хорошему это не приведет в следующей части мы наладим ситуацию с жизнеобеспечением наладим ситуацию с капсулами и уже дальше будем что-то пытаться с остальным решать ну и в таком случае пожалуй пока что на этом все всем спасибо что смотрели у микрофона блока всегда ваш покрыл слугам амору еще услышимся